Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров. Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.07 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». В студии Анна Лапшина. Всем здравствуйте. И сразу же представляю нашу сегодняшнюю гостью Марина Копырина, заместитель секретаря Общественной палаты Кировской области, президент Адвокатской палаты Кировской области. Добрый день. Здравствуйте. Марина Николаевна. Напомню слушателям, что нас можно не только слышать, но и видеть. На сайте Эхо Кирова идет прямая трансляция эфира. Также в форме анонсов на нашем сайте можно задавать вопросы гостя. эхокирова.ру. Вопросы мы принимаем и на наш эфирный телефон в формате смс 8 909 720 101 и 0. Пишите, мы читаем. Но сейчас к вопросам редакционным. Марина Николаевна буквально прибежала к нам сейчас с публичных слушаний по отчету по исполнению областного бюджета за 2016 год. Марина Николаевна, правильно ли я понимаю, что это такое традиционное мероприятие, то есть региональный Минфин ежегодно публикует главные цифры. Сколько заработали, сколько потратили. Ну да, это в принципе требует того закон и процедура утверждения бюджета за истекший год, поэтому они официально и на сайте Минфина вывешиваются. Это информация полностью, доклад за три недели до представления его официально на публичные слушания. И, соответственно, все, кто хотел ознакомиться подробно с докладом, они могли ознакомиться на сайте Минфина. И Министерство экономического развития вывешивает также свой отчет и доклад о проведенной работе за 2016 год. Поэтому прежде чем идти в законодательное собрание на утверждение этого доклада, отчета об использовании бюджета за 2016 год, проводится публичное слушание этого исполнения бюджета за предыдущий год. И много ли было интересующихся сегодня? Ну, в принципе, зал был заполнен, потому что были и представители власти, представители ЗАГС-собрания, представители общественности, муниципалитетов. Причем, насколько я вот слышала, когда регистрировались, что были представители не только проживающие в городе Кирове, но и Кировская область. Ну, в частности, Нолинский район слышала, что регистрировался. Поэтому я думаю, что представители всех, кто интересовался исполнением бюджета, на данном мероприятии присутствовали. А как это вообще происходит? То есть, ну, просто сидят люди в зале, выходят представители Минфина, выходят представители Министерства экономического развития и просто зачитывают цифры с листочкой? Ну, в принципе, зачитывается доклад, идет демонстрация слайдов на экраны с цифрами основными об исполнении там либо федеральных программ каких-то, либо еще каких-то значимых программ. И эти цифры транслируются и озвучиваются в докладе, и транслируются на экран. Можно ли вопросы задавать? Вопросы задаются, да. Были сегодня? Желающие выступать могут выступить и покритиковать, допустим, доклад или отметить какие-то там недоработки, недочеты в отчете, в программе, в использовании бюджета. Не туда вы потратили наши деньги. Ну, в принципе, было одно выступление. Олег, забыла фамилию его, выступал с докладом, покритиковал немножко в плане того, что не все федеральные программы у нас исполнены были в 2016 году. Но, в принципе, если он внимательно слушал отчет по этим программам, то было сказано, что это связано с тем, что частично некоторые программы были перенесены на 2017 год. То есть они полностью в 2016 не были исполнены. И поэтому понятно, что там недофинансирование и неполное использование денежных средств, которые выделялись. Но в основном это касается федеральных целевых программ. То есть это деньги бюджетные федеральные, а не Кировская область. Не областные. Так, ну вот было одно выступление. А больше вопросов не было. Ну, в принципе, я вот слушала, мне все было понятно. Потом вот на сайте выложен такой, будем говорить, упрощенный доклад для чайников, где основные... Бюджет для граждан он называется, да. Ну, извините, немножко так выгляделось. Потому что я себя тоже отношу к этой категории, поскольку для того, чтобы вникать и понимать в исполнение бюджета и вообще формирование бюджета, надо быть финансистом. Надо быть финансистом, конечно. Или хотя бы иметь элементарно какое-то бухгалтерское образование, чтобы понимать все цифры, которые там публикуются. Но вот в этом бюджете, в принципе, понятно, куда что использовалось. Если у нас в прошлом году было 2,3 миллиарда бюджета дефицит, то на сегодняшний день у нас 2,6 миллиарда дефицит. Ну, не на сегодняшний, а по 16-му году. По 16-му году я имею в виду, да. И для меня-то вот печальным показался тот факт, что у нас, если там у нас был больше все-таки долг перед государством по, будем так говорить, госкредитам, где процент гораздо ниже, то в этом бюджете, 16-й год, там 42, по-моему, и 0,7 процента, это коммерческие кредиты. И, соответственно, там процентные ставки гораздо выше. И обслуживание их, конечно, дороже все. А задавали вопрос по поводу того, каким образом из этой ситуации будут выходить? Ну, ответ тут единственный, что пытаются они все-таки... Перекредитоваться как-то? Не столько даже перекредитоваться, потому что у нас есть долги, недоимки по налогам и сборам, которые они пытаются все-таки восполнять в бюджете. За прошлый год прозвучала цифра 900 миллионов, если я правильно услышала, до собирали вот этих недоимок и сборов. И работа эта продолжается и ведется. А поскольку у нас налог на имущество, по сути, привязан к концу года, то, соответственно, вот эти вот долги еще за 16-й год, по сути, они в 17-м году только будут собираться. Поэтому часть, вот я так понимаю, будет покрыта за счет вот этих сборов, которые в этом году уже произойдут. То есть не все вовремя. Если бы все у нас налогоплательщики были добросовестные, и, как положено, это уплачивали все налоги в срок, то понятно, что у нас собираемость, наполняемость бюджета была бы более такой эффективной в текущем году. А поскольку основная масса платит, но часть не платит, то, соответственно, у нас определенная сумма остается неуплаченной и на начало года, и по полугодию, и потом уже штрафные санкции начисляются. Некоторые только после этого начинают платить. Но шансы есть. Ну, шансы есть. Ну, я надеюсь, цифры, по крайней мере, прозвучали, и некоторые показатели у нас даже гораздо выше и Приволжского округа, и даже российских показателей. Ну, говорили об этом. Да, поэтому надежда как бы есть, что все-таки промышленность у нас заработала, в лесу пытаются навести порядок, чтобы не за бесценок лес у нас уходил с корня. Потом я услышала, что у нас металлургическая промышленность начинает возрождаться на 9%, там увеличилась, как бы за год металлургический, амутнинский завод заработал. Пластмассовые изделия у нас какие-то изготавливаются, в общем-то. И еще по химкомбинату, в общем, он у нас кормилиц самый основной в области, насколько я поняла. Поэтому я думаю, что с учетом того, что вот эти попытки предпринимаются, что все-таки мы будем потихонечку, понятно, что это сразу скачок не сделаешь и не прыгнешь выше головы, но потихонечку все-таки этот вопрос будет решаться не только за счет перекредитования, а за счет того, что у нас все-таки бюджет будет наполняться за счет того, что мы начинаем работать. За счет некого увеличения доходной части, да? Да, да. Хорошо, переходим к следующей теме. Я думаю, что успеем еще до перерыва. Она также связана с исполнением социальных обязательств и тратой денег. Без этого никуда. На прошлой неделе в общественной палате обсудили вопросы транспортной доступности. Был организован круглый стол, в ходе которого поднялись сразу несколько важных тем. И если я правильно понимаю, там основных было три. Первое – это транспортное обеспечение новых микрорайонов. Там в первую очередь речь шла о микрорайонах за Зональным. Это Южный, это Солнечный берег, это Зиновый, ну и дальше. Второе – проблема с доступностью кировского протезно-ортопедического предприятия, которое, я напомню, несколько лет назад из центра города было перенесено на улицу Мельничная. Улица Мельничная – это как раз по дороге в один из новых микрорайонов Чистые пруды. И третий вопрос – это тариф на проезд до села Бахта. Все верно. Да, не только до села Бахта, а вообще русское, то, что раньше пригородом было. Весь тут куст. Хорошо. Я не знаю, с какой темы лучше начать, но, наверное, давайте от массового к частному, что у нас с новыми микрорайонами. Я честно вам скажу, насколько вот я себя помню, начало 2000-х годов, я работала на другой радиостанции, и мы делали репортаж о том, как народ утром из Нововятска выбирается на автобусах в Киров, как пропускают 3-4 автобуса и не могут туда попасть. Это было в Нововятске. Сейчас из Нововятска поток еще увеличился, и плюс по дороге из Нововятска в Киров построили большие новые микрорайоны. Куда людям деваться? Ну, речь шла о том, что все-таки маршруты надо формировать. Сейчас на здании новых маршрутов. Да, администрации города было предложено, чтобы они лоты формировали таким образом, когда выставляются они на торги, чтобы были маршруты, которые выгодные, будем так говорить, которые рентабельные, приносят прибыль, и маршруты, те, которые убыточные, по сути, либо малорентабельные. В нагрузку. Да, для того, чтобы... Как в советское время с книгами дефицитными давали что-то. Да, чтобы заинтересовать перевозчика, потому что, понятно, себе в минус он совсем работать не будет, и для того, чтобы заинтересовать, таким образом формировать эти лоты. Но первый вопрос, который мы обсуждали, конечно, на круглом столе, это была доступность протезно-ортопедического предприятия. Марина Николаевна, давайте мы все-таки вот к этому вопросу после перерыва. Хорошо. Давайте. Как скажем. Небольшая пауза. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM. И мы продолжаем выслушивать особые мнения Марины Копыриной, заместителя секретаря общественной палаты Кировской области, президента адвокатской палаты Кировской области Марина Николаевна, остановились на теме транспортной доступности. Протезно-ортопедическое. Ну, по социальной значимости, конечно, да. Их убрали с Карла Маркса, потому что они там не соответствовали требованиям пожарной безопасности. А сейчас оказалось, что они не обеспечены транспортом. Там было несколько маршрутов. Последний, который был, это 11 маршрут, который до Нового года обслуживал, а после Нового года не стал обслуживать. И нам было сказано, что это маршрут нерентабельный. Конечно, все участники круглого стола были очень возмущены, когда речь идет об инвалидах. Основная масса, которая нуждается в протезно-ортопедической помощи инвалиды. Мало того, мы услышали от руководителя центра, что там не только инвалиды приезжают и делают протезы, что там и дети, у которых плоскостопие, им делают ортопедические стельки. Они делают обувь ортопедическую. Там есть лица, которые заболевания, там спина, допустим, там еще что-то, которые тоже нуждаются в помощи. И получилось так, что нерентабельный маршрут, его закрыли. Но самое печальное, что цена-то вопроса нам сначала озвучивали, что там перевозчик получил 5 миллионов убытков, и поэтому маршрут вынуждены были закрыть. Реально стоимость этого маршрута 50 тысяч в месяц. То есть 600 тысяч в год. А кто посчитал? Это считали работники центра. Они не могут организовать этот маршрут, протезно-ортопедическое предприятие, поскольку у них будет нецелевое использование денежных средств. У них нет в цели активности. А я правильно понимаю, что все-таки они в прошлом году каким-то образом поддерживали перевозчика? Нет, город поддерживал. И город должен обеспечивать транспорт. И 600 тысяч в городе не найти на протезно-ортопедическое предприятие для того, чтобы организовать этот маршрут. Мы были просто возмущены. Я вот специально взяла, мы делали запрос общественного палата в ГАИ, какие там проблемы, с чем они выходили, какие представления вносили, что делалось с их стороны для того, чтобы улучшить состояние в городе безопасного дорожного движения и доступность транспорта. Так вот, они мне дали цифры. За 16-й год поступило в бюджет 453,5 миллионов рублей. Так я вот думаю, неужели из этих 450 миллионов нельзя найти 600 тысяч для того, чтобы организовать проезд инвалида? Марина Николаевна, это по какой статье я поступила? Это всего в общей массе? Это штрафы. Это штрафы ГИБДД. Это то, о чем говорилось. Да, это штрафы ГИБДД. Это штрафы будут расходоваться в том числе на обеспечение транспортной доступности, улучшения дорожной инфраструктуры и прочее. И получается, что мы из этих 450 миллионов, это реально то, что поступило. Это не запланированные как бы, не те, которые... То есть это уже заплачено? Да, это то, что заплачено, а не то, что еще как бы планируется. Вот, и за три месяца как бы этого года, вот они тоже цифры дали, сколько ДТП там, сколько ДТП, потому что дорожное покрытие не соответствует требованиям. И получается, что мы для инвалидов... Я вообще не понимаю, как здесь можно говорить о рентабельности какой-то, потому что это люди... То есть это должен быть социальный маршрут? Конечно. Социальный маршрут должен быть. Мы говорим о доступной среде, всю эту программу везде, на каждом углу ее склоняем. А реально, когда речь идет элементарно о том, что можно реально сделать, мы не делаем. Плюс у нас Пырлок выступал, Олег, он сказал о том, что есть перевозчик, который готов возить. Денис, наверное. Денис, извините, да-да-да. Он сказал о том, что есть перевозчик, который готов этот маршрут, так сказать, запустить и обслуживать, но почему-то город, вот мы ждем их реакции, пока никакой реакции нет, потому что маршруты решает комиссия. Городская, в каком направлении, какой маршрут там у них будут осуществлять перевозку. Они когда-то там считают, да? Чтобы всем остальным перевозчикам не помешал этот товарищ. Вот, и поэтому я не знаю, как они на нас реагируют. Мы решили взять паузу небольшую, подождать. И если никакой реакции не будет, то тогда уже этот перевозчик будет заявляться на комиссию и обозначать, что бы он хотел сделать реально в этом направлении. То есть представители администрации были все-таки на кругом столе? Были, да, были. И вы решили, и пауза это сколько? Ну, я думаю, вот у нас 12-го, следующее заседание рабочей группы по дорогам. 12 мая? Да, в пятницу буквально. Поэтому я думаю, что этот вопрос опять будет озвучиваться. И если от города никакого ответа к этому времени у нас не будет, то мы будем уже действовать дальше. А есть рычаги-то какие-то? Как заставить-то? Ну, у нас есть прокуратура, которая осуществляет, в общем-то, надзор. У нас чаще всего на заседании группы присутствуют и прокурорские работники. Вот на круглом столе тоже представители городской прокуратуры присутствовали. Поэтому было озвучено, что они нас слышат тоже и услышали о проблемах. Ну, прокуратура вынесет предписание. Город, если это предписание не исполнит, вынужден будет оплатить штраф. Я так понимаю. А перевозчик вот этот, который готов возить, если он, например, не выйдет на конкурс или чем-то город не устроит, они же его не возьмут. Нет, там надо просто думать, что делать дальше. Потому что тот перевозчик, который выиграл, там долгосрочное, насколько я поняла, соглашение у них с городом на 5 лет. Поэтому это где-то еще 3,5 года, грубо говоря. То есть он раньше ушел? Нет, он с маршрута-то с этого ушел, но остальные-то перевозки осуществляет. То есть там, где нам выгодно, мы работаем и возим, где можно деньги заработать. А там, где невыгодно, где касается, что людей надо поддержать и помочь самых незащищенных и обиженных, будем так говорить, там мы, значит, ручки складываем и говорим, что нет, нам это невыгодно. В общем, получается, мы ждем 12-го числа и какого-то ответа. Да, и будем решать. Какого-то ответа. Хорошо, давайте тогда, наверное, к Бахте. Та же самая история, кстати говоря, с Бахтой. Там тоже был перевозчик, который в прошлом или в позапрошлом году, вот мне уже память, к сожалению, изменяет, был он у нас в эфире, мы об этом рассказывали, возил людей из русского, из Бахты до Кирова, по-моему, за 19 рублей. И в тот момент, когда поднимали цену на проезд, он был готов возить даже и дальше по 19 рублей, то есть дешевле, чем в городе. Людям очень нравилось, ездил с интервалом в 15 минут, но работал нелегально. Я уж не знаю, чем там было это вызвано. Мэрия, потому что нам комментировала и говорила, мы готовы, пусть он выходит на общих основаниях на конкурс, заявляется на этот маршрут, а мы рассмотрим. Перевозчик не вышел, с маршрута ушел. Что теперь в Бахте? Ситуация тоже, конечно, очень печальна, потому что на сегодняшний день они как муниципальное образование не существуют, то есть у них нет сейчас муниципальной власти, у них нет тех учреждений, которые были раньше, то есть это больницы, фельдшерские пункты, там еще какие-то учреждения, которые позволяли людям решать свои вопросы, не выезжая с территории населенного пункта. Административно это Киров. Да, сейчас они включены в черту городскую, относятся они к Октябрьскому району города Кирова. Но там еще печальный момент в чем? В 2011 году было решение областного суда, и, соответственно, оно было заселено решением Верховного суда о том, что все это законно. Но когда стали разбираться... А все это что? Ну, то, что повышены тарифы, то есть городская черта, в городе за 22 рубля ездят, а там разные у них тарифы. У кого-то там 69 с копейками, у кого-то еще дороже, да. Еще дороже есть. И они считают по километражу как пригородные маршруты. То есть получается, что у нас было постановление о правительстве Кировской области еще в 2011 году, в котором вот эти вот маршруты были как раз все отнесены к пригородным сообщению. А город, когда вносил свои коррективы в 2011 году, 4 апреля 2011 года было постановление правительства области, а затем 4 июля 2011 года город скорректировал свое постановление, поскольку было постановление правительства о том, что это пригородные маршруты. Они, соответственно, не включили в городской транспорт вот эти маршруты. И получилось так, что когда принималось решение, вот этот акт постановления правительства Кировской области от апреля 2011 года никем не был отменен и опротестован. И, соответственно, суд высшестоящей инстанции, исходя из того, что нормативный акт действующий, оставил это все в силе. Тогда вопрос, в общем-то, поднимался о том, что не должно быть так, что в городской черте ездят, значит, одни по 22 рубля по одному тарифу, а вторые ездят совершенно по другому тарифу. И поэтому на сегодняшний день, когда стали вникать, оказалась вот эта ситуация. То есть на сегодняшний день надо решать вопрос с постановлением правительства от апреля 2011 года. Его надо отменять. Потому что реально на сегодняшний день эти населенные пункты включены в черту городскую. И, соответственно, если это городская черта, то все должны ездить за одну и ту же плату. Представители, жители вот этих населенных пунктов присутствовали на круглом столе. Они, конечно, очень возмущались и говорили о том, что если раньше они могли все решить дома, будем так говорить, не отходя, да, не сходя с места. То есть раньше в Киров надо было ездить на работу, а сейчас по любой абсолютно надобности. Да, там было, потому что там ведь сокращение прошло. Соответственно, поубирали многие учреждения, которые существовали, которые обслуживали, в том числе и жители этих населенных пунктов. Сейчас они вынуждены на работу, студенты, с работы, в больницу, за каждой справкой МФЦ, они вынуждены ездить в город. И получается, что потребность в транспорте увеличилась, а реально транспортом этим пользоваться, доступности-то его нет. Исходя из цен, которые установлены на эти, на сегодняшний день тарифы на этот проезд. Хорошо, и как? Как решать? Ну, мы вот... Мы подготовили письмо в прокуратуру с просьбой, чтобы они на эту ситуацию... Ну, в принципе, это озвучено было и на круглом столе, и в прокуратуру готовится письмо с тем, чтобы вот это постановление о правительстве Кировской области было отменено, чтобы они внесли, соответственно, протест. Хорошо, они его отменяют. А дальше как действуем? А дальше надо будет уже с городом тогда решать, потому что комитет вот по тарифам, он может решать только вопрос с тарифами, но не может решать вопроса с движением там, с маршрутами движения, в каком они направлении будут действовать, и не может, соответственно, влиять на то, что принимает правительство и город. А город, соответственно, если будет отменено постановление правительства области, соответственно, должен внести в свое постановление об отнесении тех или иных маршрутов в городской черте, включение этих маршрутов, соответственно, в городские. Мы можем хотя бы приблизительно сказать, сколько времени вот эти процедуры займут, потому что мне кажется, что если с 2011 года вопрос не решился... А потому что, мне кажется, особо никто не вникал, в чем суть-то. Здесь четко написано, вот в решении самого суда написано, что данное постановление никем в судебном порядке не оспорено и недействующим не признано. Вот это вот одна фраза, одно предложение, по сути, решение всех. Это единственная зацепка, на которую надо было обратить, на мой взгляд, внимание и от чего надо было отталкиваться. А есть исход на благополучное решение? Город-то, видите, сейчас говорит о том, что видите, ведь через суд прошло, оставили-то в силе. Город-то обещает вообще как-то решить этот вопрос. То есть они понимают, что на них ляжет огромная нагрузка, так, ну, большая достаточно. Ну, Симаков, представитель города, он очень как бы негативно к этому относится. Который из управления сегодня уходит руководитель Первомайским районом. Ну, мы обещали приглашать все равно к нам, потому что в Первомайском районе тоже есть дороги и маршруты. Ну, я шучу, конечно, но суть в том, что действительно то, что касается вот этой разницы в цене, насколько говорят о том, что даже на сегодняшний день, когда тарифы вот такие неровные, 22, допустим, и 70, и то город доплачивал якобы за эти маршруты, а если будут полностью как бы 22 и все, то это время-то ложится на город. Но я думаю, с учетом того, что вот какая наполняемость штрафов, и все-таки они в первую очередь должны использоваться, на мой взгляд, все-таки на дороге и на транспортное обслуживание, поскольку это гаишные штрафы. На жителей они должны использоваться, на жителей города Кирова. Вот, то я думаю, что из этой суммы там можно будет найти и городу, в том числе вот компенсацию для тех перевозчиков, которые будут осуществлять эту перевозку. Ну, или опять же сделать то же самое, что вы говорите, да, то есть дать какие-то выгодные маршруты перевозчикам и в нагрузку, извините, ребят, какие-то социальные обязательства. Да, за счет того, что там где-то высокорентабельный, где-то нерентабельный там или низкорентабельный, за счет этого будут выравниваться каким-то образом, и у перевозчика интересы-то не будут пропадать. Мы очень надеемся на то, что вот это все произойдет, и произойдет все-таки в ближайшее время, потому что разница в цене, конечно, колоссальная. В ближайшее время, конечно, сложно сказать, потому что вы сами знаете, как у нас все это происходит, все эти процедуры. Это не неделя, я напомню, а не месяц. Понятно, что это месяцы. Месяца три – это идеальный вариант. Но дай бог, чтобы оно все-таки свершилось, потому что люди-то все равно надеются и ждут, что городская черта, и, соответственно, тариф будет городской. Как-то решится этот вопрос. Уходим на рекламную паузу, вернемся через две минуты. Напоминаю, что мы слушаем особое мнение Марины Копыриной, заместителя секретаря общественной палаты Кировской области. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM Особое мнение Марины Копыриной, заместителя секретаря общественной палаты Кировской области. Продолжаем выслушивать. Я, Анна Лапшина, напоминаю, остановились на теме транспортной доступности. Круглый стол в общественной палате. Подвели итоги и ждем каких-то ответов. В первую очередь от городской администрации. Ну, еще одна городская тема, очень важная. Не могу мимо нее пройти. Обрушение спорткомплекса на улице Воровского на прошлой неделе. Я, честно говоря, первый раз видела иллюстрацию книжки «Три поросенка». Вот, правда, я не думала, что такое бывает в реальной жизни. Ветер дунул, дом развалился. Ну, вот бывает. Спорткомплекс, да, тем более. Спорткомплекс, да, тем более. Вот, ладно, там еще, ну, можно понять какие-то причины. Огромная масса снега, скопившаяся на крыше. Еще что-то, ну, так, чтобы вот просто от дуновения ветра, который ведь не ураган же все-таки, да. Вот на прошлой неделе мы разбирали эту историю в эфире. В том числе, там приводились цифры от синоптиков. И, да, говорили, что это, ну, сильный, крепкий порыв ветра, но он не должен разрушать здание. И это все-таки что-то невероятное. Вот, но вопрос в другом. Вопрос в том, что с прошлой недели спорткомплекс, который до этого возводился в течение, по-моему, года, да, может быть, даже год из небольших. Вот, и не был достроен до конца. А в течение прошлой недели его буквально, там, вот, ну, за несколько дней, мало того, что заделали все, что развалилось, все, что сдуло, так практически под крышу возвели. Я не знаю, какое качество должно быть у работ, которые ведутся с такой скоростью, но у меня вопрос другой, вопрос процедурный. Вообще-то, когда случаются такие истории со стройками, наверное, должна быть какая-то проверка. Проверка прокуратуры, проверка иных контролирующих органов. И только после этого, наверное, должно быть какое-то разрешение на продолжение строительства или нет. Не слышно, не видно ни прокуратуры, ни городской администрации в публичном поле. Возможно, там какие-то переговоры ведутся, да, и какие-то, может быть, даже бумаги оформляются. Но разве так можно? Ну, я думаю, что прокуратура, конечно, этот факт не оставила без внимания, и, скорее всего, прокурорская проверка ведется, потому что это, по большому счету, ЧП. Это хорошо, что это случилось вот на этапе строительства. На стадии стройки, да. И вообще после вот этой ситуации, ну, я, насколько знаю, что у них там по контракту они должны были к 9 мая внешнюю эту коробку возвести, а до 1 июня они полностью должны были это здание уже сдать под ключ. Но когда вот такая ситуация случается, то я думаю, что без заключения строительной экспертизы они продолжать дальше вот эти строительные работы не могут и не должны. А действительно получается так, что не практически 2 мая это случилось, да, на сегодняшний день там уже все красиво. и насколько это красиво, реально. Я понимаю, что основная конструкция у них устояла. То есть те железные каркасы, на которые они там приваривались и прикладывали потом все остальное, они стоят, что несущие стены не повредило. Но и то, что они достраивают, если это спортивно-оздоровительный комплекс, извините, там ведь в основной массе будут заниматься молодежь, дети там, инвалиды, как они говорят, что на 5 лет там они бесплатно будут заниматься по контракту на основании того, что предусматривается в соглашении. А если бы это случилось, когда уже эти занятия будут идти, то есть там надо и речь вести о некачественном строительстве. И вот это некачественное строительство, спортивно-оздоровительный комплекс, это надо очень жестко контролировать, насколько там качественно сейчас они что-то делают. И вообще я не знаю, как они без заключения строительной экспертизы, поскольку чисто реально я понимаю... А возможно провести строительную экспертизу? Ее возможно провести, но не за такое короткое время. То есть если 2 мая случилось сегодня у нас 80-е, а там уже все сделано. И было 4 выходных. Да, реально, что там никакой строительной экспертизы не было. И никто там никакого заключения не давал о том, что можно ли продолжать там эти строительные работы, или там они как бы... Или это здание... Я вот, в мое мнение, это здание вообще надо снести, потому что оно как бельно там на глазу у города. Оно там, во-первых, не вписывается в общий этот интерьер. Если там парковка была на 200 машин, там остается парковка на 45 машин. В общем-то для города, я считаю, с вот этим зданием одни проблемы. Но, честно говоря, у нас я пока еще... Я так понимаю, что невозможно это сделать без некой там, не знаю, компенсации, возмещения застройщику. Расходят застройщику, но этот город должен был думать, когда он давал разрешение на строительство этого объекта в этом месте. Насколько я знаю, когда проводился опрос общественного мнения, были ли там публичные слушания, я, честно говоря, не в курсе. Но народ высказывался против застройки вот именно спортивно-оздоровительного комплекса в этом месте. Потому что рядом есть бассейн Быстрица, который, в общем-то, на территории парка стоит. Ставили бы там же, там площадь-то ведь огромная, и там бы где-то и строили бы этот объект. Потому что здесь вот он вообще ни к чему. Так, я просто пытаюсь понять, это был какой-то намек на то, что будет дальше, через пять лет. Я, насколько посмотрела, там ни согласования с архитектурой нет, поскольку это юго-западный район. И получается, что у нас на юго-западе можно строить все, что угодно. С архитектурой согласовывать не надо, никаких там дополнительных согласований не надо. Сегодня построили оздоровительный комплекс, попользовались, потом его быстренько убрали, с учетом того, как его строят, что, извините, ветром сдувает. А через пять лет мы там построим торговый комплекс обычный. И будем, не знаю, чем торговать. С парковкой на 45 мест. Да, и будем делать там что угодно и как угодно. Поэтому я вот, конечно, еще в истории города Кирова не видела такого, чтобы демонтировали там объект капитального строительства. Но, по крайней мере, вот в этой ситуации, на мой взгляд, единственный выход из положения. Поскольку о качестве там речи быть не может, с учетом того, что порывом ветра сдуло. Причем по заключению синоптиков это не тот порыв ветра, который может разрушить здание. Не ураган. Не ураган. Поэтому говорить о том, что там качественное строительство, не приходится. А есть возможности как-то вмешаться-то в это? Ну вот, на мой взгляд, когда вот так тяп-ляп строят, то понятно, что много туда не вложить, попользоваться. И потом использовать по другому назначению. Но я думаю, что общественная палата этот вопрос возьмет на контроль. И думаю, что либо публичное слушание, либо круглый стол какой-то по этой теме пройдет. Понятно. А для жителей? А жители тоже могут, соответственно, обращаться и в прокуратуру, и в общественную палату с просьбой выслушать, так сказать, и их мнение в том числе. Мне кажется, что жители там могут обращаться и с просьбой разъяснить в том числе, да, почему так быстро возобновилось строительство и каковы результаты проверки и была ли она. Ну, я не знаю, прокурорская проверка может и ведется, но строительной экспертизы однозначно нет. Потому что это вопрос ни одного и ни двух дней, когда она проводится и проводится нормально. Поэтому продолжать строительство объекта после этой ситуации и без строительной экспертизы, я думаю, это вообще нарушение закона. Я очень надеюсь, что застройщик этого объекта все-таки появится в нашем эфире, ну или представители администрации, которые объяснят, потому что мы приглашали. Насколько я понимаю, эфир будет завтра. Еще одна тема, которую хотела с вами обсудить. Давайте, наверное, переходим к топонимике и на уровне Кирова, и на уровне региона. Ну, во-первых, возвращаясь немножечко к вчерашнему празднику, Дню Победы, должна сказать следующее. Кировчане предлагают назвать одну из улиц города именем Григория Булатова. Наши коллеги, редакция источника новостей, в преддверии Дня Победы неоднократно, как пишут, получали от читателей письма с предложением либо переименовать одну из кировских улиц, либо назвать новую. Вот вы все-таки как считаете? Во-первых, достойный, недостоин? Да, мы все помним Григорий Булатов, 30 мая, установил флаг на Рейхстаге. Официальная, конечно, там история об этом умалчивала, и достаточно трагичная была судьба у человека в итоге. Открыли памятник некоторое время назад ему. Вот сейчас такое предложение. Я думаю, что эта фигура, конечно, достойна, поскольку это исторический факт. И Контария признал о том, что они флаг водрузили 1 мая, а здесь речь идет о 30 апреля. Поэтому назвать одну из улиц города Кирова – это замечательно. Но я не сторонник переименования, потому что у нас строятся огромные микрорайоны, в которых достаточно улиц, и можно назвать не обязательно улицу, а можно назвать и улицу, допустим, какой-то объект культурный или оздоровительный. Это же спортивно-оздоровительный комплекс его имени. И, ну, будем говорить так, увековечить его память. Мария Николаевна, это все-таки Киров должен быть или, может быть, Слободской? Все-таки Булатов там из тех мест. Ну, вот это, на мой взгляд, не настолько существенно. Главное, чтобы люди помнили и знали, что это наш земляк. Потому что я, честно говоря, была в шоке, когда опрашивали студентов московских и питерских по истории Отечественной войны. Они практически не знают, кто такой Моресьев, они не знают, кто такой Зоя Космедемьянская. Это питерцы не знают, сколько длилась блокада Ленинграда. Вот для меня это был шок, конечно. Я думаю, если наше поколение еще знает и помнит, и наши деды воевали там, да, у кого-то прадеды, то вот молодежь-то нынешняя, она практически историю не знает. И если мы не будем увековечивать и не будем об этом говорить, я знаю, что фонд занимается сейчас, ну, не только сейчас, он уже 17 лет этим занимается, с тем, чтобы все-таки историческая справедливость восторжествовала. И Булатов был в числе тех, кто первый водрузил флаг над Рейстагом. Но я надеюсь, что это случится, потому что, в общем-то, подвижки какие-то уже в этом деле есть. А для того, чтобы Киров, Кирову, в принципе, ничего не мешает назвать или улицу, или другой какой-то объект именем Булатова. То есть это может быть не обязательно улица, это может быть и площадь, и сквер, и все что угодно. Да, и может быть и в Кирове, и в Слободском, поскольку родина Слободской, а Кировская область — это все равно тот регион, где он вырос, родился и где начинал свой жизненный путь. Поэтому я думаю, либо в Кирове, либо в Слободском, либо там и там, в общем-то, это не мешает. Я только отмечу, что наши коллеги итоги опроса подвели, которые они проводили у себя в Источнике, 83% голосовавших за то, чтобы все-таки назвать какой-то объект именем Булатова и увековечить память. Еще, собственно говоря, к Слободскому тоже обратимся. В Слободском некоторое время назад фактически буквально вот-вот вернули исторические названия. То есть это достаточно болезненный вопрос. Мы все помним, в Кирове возвращали исторические названия нескольким улицам, и это вызывало противодействие. Уж про возвращение городу Кирову название «Вятка» я не говорю. У нас тут каждый эфир превращается в какой-то просто, не знаю, шквал звонков от слушателей и за, и против. Площадь революции переименована в Соборную, улица Большевиков в Никольскую. Ну, понятно, Вятская епархия это приветствует. Слободской машиностроительный завод выступил инициатором и взял на себя расходы, как я понимаю, по замене табличек на домах. Вот вы как считаете, это все-таки такая вот процедура, имеющая перспективу или нет? Ну, я вот, честно говоря, не вижу смысла, потому что названия улиц и площадей, в принципе, они ведь тоже не так просто были поименованы, да? Это связано с определенными событиями. Это было связано, ну, если вот площадь революции, понятно, с чем связано, да, событие, которое посвящено было революции, то переименовывать, если это действительно... Возвращать исторические названия, как сторонники этого процесса вызывают, да? Возвращать исторические названия только вот в том случае, когда это действительно имеет какую-то историческую ценность и какую-то, ну, знаковую какую-то носит память там, допустим, да? Если собор, допустим, какой-то там был снесен с лица земли, потом восстановлен, и ему возвращено его имя, это понятно. А когда... А если не восстановлен? Его надо восстанавливать. Просто речь ведь идет о том, что когда вот эти вопросы возникают, это же все упирается в деньги. То есть это надо и переименовывать улицы, и таблички там, и документацию, и жители, которые проживают, соответственно, либо в паспорта, значит, носить изменения о том, что улица там проживает фактически где. Поэтому у нас есть куда потратить деньги. Вы сторонник все-таки только в крайнем случае. В крайнем случае, когда это действительно имеет историческую определенную ценность, значимость, тогда восстанавливать. А когда нет, у нас вон дороги никакие, у нас медицины не хватает, денежных средств, поэтому эти деньги есть куда потратить вот на другие цели, более такие вот востребованные. Я хотела еще одну тему затронуть, также связанную с переименованием. Ну, тут уже я даже не знаю, это не возвращение исторического названия. Улицу Горбачева в Кирове могут переименовать в улицу Хилкова. Вышла сегодня в информационный поле такая информация, сообщил депутат Гордумы Алексей Кузьмин. На завтрашнем совете по топонимии будет рассматриваться вопрос. С предложением выступили ветераны Горьковской железной дороги. Написали на имя главы города Валерия Владыкина письмо, в котором рассказали, что именем князя Михаила Хилкова, министра путей сообщений Российской Федерации, улицу хотели назвать еще в конце 19 века. Но вопрос об этом так и не решился тогда. Потом назвали именем Василия Горбачева. Ну и вот, собственно говоря, должна восторжествовать справедливость, говорят ветераны железной дороги. А почему именно эту улицу? Как-то связано с этим князем? Эта историческая улица какое-то значение имеет для этой самой, или, может быть, какая-то другая в городе? К сожалению, в массы не было информации подробной вброшено. Надеюсь, завтра на совете городском это будет озвучено. Но вот ветераны ведь и говорят, должна восторжествовать справедливость. Единственная радость, что на улице Горбачева не так много жилых домов. Ну это опять, по большому счету, это опять упрется в финансы. А город, который, извините, для инвалидов не может найти деньги для того, чтобы сделать доступным протезно-ортопедический центр, то я вот не вижу необходимости. Вы против? Я против. Ну, тем более, все привыкли, что улица Горбачева, и не все даже знают, что это Горбачев-революционер, а не Михаил Сергеевич. Хорошо, на этом заканчивается особое мнение. К сожалению, большие вопросы еще остались, но задать их уже не успеваем. Марина Копырина, заместитель секретаря общественной палаты Кировской области, президент адвокатской палаты Кировской области, была у нас в гостях. Яна Лупшина, прощаюсь с вами. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM